Сегодня проведем эксперимент, посмотрим, угадают ли взрослые, что хотели сказать дети. Это когда ты устал и хочешь спать. Телефон разряжен, приходится заряжать. Вкусно становится, настроение плохое. Это значит, все радуются, потом красиво будет, чтобы радовались люди. Мне показалось, что ты пришел с работы, что-то такое, с учебы, может, но пикет. Такой рутинный день взрослого человека. Это просто последний слой, который просто придет в голову при таком. А на что это объяснение еще было похоже? Больше по описанию я не знаю, что человек уставший. Нам-то это знакомо, усталость. Это пикет. Сейчас в аналог памяти сама-то вспомнить не могу. Это президент. Он правил стороной. Путин, что ли? Дети считают, что это Жириновский. А, я, видимо, давно политику не смотрела. Не в курсе. А, Ельцин? Медведев? А кого еще знаете? Горбачев. Дети считают, что это Жириновский. Ну, кстати, да, согласилась бы. Они читают, и они, как детективы, только они не ищут. Ну, детективы ищут, но еще чуть-чуть читают. Писать разные буквы, или письменные, или обычные. И они могут делать что-то с бумагой, или что-то может кому-то писать письмо. Писатель, что ли? Ну, я, например, тоже читаю, пишу, иногда что-то с бумагами делаю. Ну, я экономист. Дети считают, что так делают в Госдуме. А, это что-то сложно. Люди, которые счастливее учителей. Директора? Госдума. Госдума, батюшки. Госдума.